Товарищи военнослужащие, буквально на этих выходных пытались сбить клин, направить оружие боевых братьев друг против друга. Желаю вам, чтобы вы не попали под влияние таких неправильных элементов. Напутственные слова от военкома Юрия Гусарова. Из Владимирской области в зону СВО провожают военнослужащих. В колонии и новички, и опытные бойцы. Сергею 42 года. Он заключил контракт с Минобороны. С женой и дочками, близнецами расстается на год. Выбор был осознанный. Супруг, конечно, переживает. Мама, сестра тоже переживали. Самое главное, мотивация – это дети, чтобы вся фашистская нечесть на нашу землю не лезла. Поэтому идем защищать, идем работать и выполнять задачи. Я горжусь его выбором, его решением. Мы будем всячески поддерживать, молиться за него, ждать его, переживать, как говорится. Но это на благое дело, скажем так. Действительно, кто, если не они? Такие ребята. В обряде окропления участвуют новобранцы из всех муниципалитетов. Среди них и экс-главврач Владимирской больницы номер 2. Он уволился с должности, чтобы стать военврачом. Михаил Суханов – опытнейший хирург. В прошлом году все лето оперировал бойцов в подшефном Докучаевске. Новое решение, взвешенное и важное для Михаила Юрьевича. Мне очень повезло. Я имею специальность, которая там нужна. И мне повезло, скажем, с окружением, которое помогло. Потому что, в общем-то, не так просто все-таки попасть. Я офицер запаса. В свое время проходил военную кафедру. То есть, ну, все как-то сложилось. Самое главное сегодня – это то мужество, которое требуется от вас. Слова поддержки новобранцам от министра региональной безопасности Сергей Полузин имеет колоссальный опыт работы в ДНР. Всем контрактникам власти выделяют дополнительную экипировку. Ее выдают мужчинам на пунктах отправки к местам несения службы. Есть и финансовая помощь от правительства. Стартовые выплаты для тех, кто решил заключить контракт и отправиться в зону СВО составляют 100 тысяч рублей. Уходят 30 человек, в этом числе офицеры, в этом числе врачи. Уходят в один из южных регионов Российской Федерации для боевого слаживания, боевого предназначения с целью подготовки и последующего убытия в зону специальной военной операции. Особенность сегодняшней отправки в том, что все наши ребята взрослые, все наши ребята осознанный выбор сделали. В числе новобранцев Дмитрий из Коврова. Он отец пятерых детей. Мужчина впервые заключает такой контракт. Рассказывает, сомнений пойти добровольцу в зону СВО не было. Страх есть, но это не помеха. Моя главная цель была действительно помочь ребятам защитить свою семью, своих детей, своих близких от того, что происходит там, чтобы они не пришли к нам опять сюда, чтобы не было такой войны, соответственно, как во второй Великой Отечественной войне. То есть решили, с женой обговорили все, принял такое решение. В правительстве подчеркивают желающих подписать контракт и защищать родину все больше. Пункт отбора открыт во Владимире. Вступить в ряды вооруженных сил могут жители региона в возрасте от 18 до 65 лет. Узнать подробную информацию и подать заявку также можно на сайте службопоконтракту.рф или по телефону. Лада Кучетова, Наталья Забнина, Владислав Панин, телеканал «Вариант».